Марьяна, у тебя что, голова замерзла? К вечеру оделись, Женя приехал, идет, одела жилетку, у меня голова, говорит, замерзла. Их мыть надо же, Женя. Ну, в серединке-то может быть и не очень. Папа позвал ее из травку. Вы что, козлики? Так тогда надо говорить так ме-е, ме-е, бе-е. Говори, Марья, бе-е. Марья, посмотри на меня. Что ты там кушаешь? Что это у тебя? Салатик. Салат, скажи. Да? Салат это у тебя? Молчи. Женя. Грейдер у нас по улице прошел, всю улицу испортил. Ну, как сказать, испортил. С одной стороны, где-то и лучше сделал ямки, а где-то испортил. Вот эта дама сегодня даже домой не заходила. Как с утра ушла, так и ушла. Чумазая. Опять ее кто-то заплел, красоту навел. Арианочка, аккуратно. Ну, еще подружка. Еще подружка. Девчонки, я вот сейчас, знаете, что увидела? Вы вот оттуда вот воду не берите. Сказать почему? Почему? Потому что там все сливают всякую гадость. А ты говорила, там чисто. Да ладно, скажи. Да что вы тут такое делаете? А мы лепим, чтобы получить за это деньги. А вон там слепленое. Да, там уже слепленое. Ничего себе, у вас тут целая гончарная мастерская. Вот это да. Это засохшее. Это вот там вы уже кувшин такой слепили, смотрю. Это мое уже, я из дома домой принесла. Но это мы делали вскоре. Обалдеть. Я думаю, что они тут притихли? Все в глине. Аня в глине. Покажи, кто тебя опять заплел-то. Повернись. Красота. Растрепалась уже, правда, вся, да? Посмотрите, сколько они изделий тут уже налепили. А это что, торт? Это я. Это ланин торт. Вот это? Это лашки. Ланин торт. Там что еще? Корзина, я смотрю, да? Это корзинка с розами. Это шарики виноград. А у меня вот такой маленький. У меня тоже такой еще маленький. Я уже взяла черепаху. Это кочек, это зефирки. Это единорог. Да, мой. Они только сами все уголки. Сами все глиняные шапки, кофты. И все уже. Дартс вот тут нарисовали, кидались. Они то камушками, то... Я его потом покажет гулять. Конечно. Там косиля были. Косиля были. Чтоб косиля были. Воду из канавы не берите. Аня, лучше вон сходите в ведерки, принесите чистой воды. В канаве же грязная вода. Зачем? Туда не надо лазить. Закат. Солнышко. Выгнало глиномесов оттуда. Говорю, идите, есть качель, есть песочница. Да? Я вам хорошее название придумала? Нет. Глиномесы. Ну, тут хоть игра у Марьяны началась. А то она там стоит, не знает, что делать. Увозюкались все. Хочу пройти грядку здесь пополоть. Женя после работы там постоит, посмотрит. Тут постоит, посмотрит. Уставший, шевелится уже неохота тоже. Смотришь на этот огород и думаешь, да ну его. Все сырое. Так вот, все сырое. Нет, там в конце нормально, там уже даже окучивать можно. Я смотрела. Ну там, чтобы окучивать, вот то, что вот я полола, видите, я обратно переместилась. Я дошла уже вот до туда, мне осталось 10 рядочков. Сегодня пошла, посмотрела отсюда. Тут снова можно полоть. Так что сейчас опять буду браться. Ой, ужас ужасный. Что с этим вьяном делать? Как от него избавляться? Наверное, никак. Женя, пойдет за травку. Там поживет салатика, укропика. Пошел руколы поесть. Там еще редиска, Женя, в теплице. Евгений, ты что, козел? Я веган или как? Веган. Я бы свинятины лучше пожрал. Свинятины пожрал. Тебя там не слышно, я поэтому повторяю. Я бы, говорит, лучше свинятины пожрал. Шашлычка. А шашлычок надо, когда грядку окучим, забор сделаем. Когда забор сделаем, да. Да, уже не цель. Забор сделаем и пожарить шашлык. А Елик мне сегодня уже, говорит, все работает. Погнали, еще, говорит, сетку натянем уже. А, уже шашлычка охота, да. Ну а полоть, хватит тут бездельничать. Уже темнеет. Комары, мошки. Я, что там, пять или шесть рядков, сколько окучил-то? Шесть рядков я окучил. Лариса вам полит. Огурцы соленые ем. Свежие еще не выросли. Соленые приходится есть, говорю, огурцы. Завтра встанешь и еще раз пройдешь. Ну, завтра встану опять. Каждый день можно. Как от юната избавиться? Ой, уже невозможно. Напалмом, наверное, если только. Напалмом? Ну. Или какой-нибудь жесткой химией. Тогда все поубивается. Плутония из Чернобыля, да? Ну. Зато потом, как начнет все расти. Ой, слушай, не могу уже ставить камеру. Пора носик капать. Нос не дышит. Еще кто бы сказал, как. Называется от зависимости. Капельный. Каплю в нос, да? Кто подумает, от какой зависимости еще? Наркоманка. Наркоманка! Ну, капли тоже наркотики. Нафтезин или что там? Ксилен я капаю. Ксилометазолин. Наркоманское даже название. Ну, вот не могу я без них уже все. Бывает, по полдня нормально ходишь. Вот если ему улица прохладно, уже все. Начинаешь сразу же. Или утром вот встаю мне, говорят, ты что, болеешь? Я еще не успела закапать. И вот так вот с нос разговариваю. Как от этого избавиться? Не знаю, у нас он не сосед, а знакомый. Сделал себе операцию на нос тоже. Ну, говорят, так же был зависимый от капель. Говорят, что это из-за того, что кривая эта перегородка, да? Угу. Искривлена там или что? Ну, искривлена перегородка. А у меня она явно искривлена. У меня даже на видео, на фотографиях видно, что у меня искривлена. У меня даже... Даже на видео? А? На видео. Ну, вот я на себя смотрю. Когда ролики монтирую, я вижу, что у меня искривленный нос. И снимок у меня есть. У меня одна стенка толще, чем другая. В носу. А это ты у меня, видать, когда-то выбросила. Я тебе в пятак дал. Вот, и он, получается, сделал эту операцию. Буквально сколько он сказал? Полгода, наверное, да? Он походил. Наверное. Нормально. А потом все. Сейчас точно так же сидит на каплях. Так что это вопрос либо... Может кому-то помогает. Может быть, неправильно ему что-то как-то сделали. Потому что есть еще один пример. Говорят, там все хорошо. Помогло. И нос дышит. И все классно. Пошли давай. У меня даже на один ряд больше прошла сегодня. Не могу даже глядить. Мышки летают. Ну все, давай, пошли. Все. Всем пока, да? Или нет? Подписывайтесь на канал. Может быть, все. Пока. Я же сказала, что я сегодня рассказывала... Колокольчики вверх. О том, что это колокольчик вверх. Нажимайте пальчик и колокольчик вверх. Я сегодня сказала, что буду снимать ролики. Вот как бы, ну... Вот вечер у нас закончился так. Погуляли. С девчонками постояли. Это я подытоживаю, да? Потом уже сюда их привели. И все. И пошли копать, полоть. А снимать уже не стали. Потому что это... Ну я думаю, я уже рассказывала, что это неинтересно. Смотреть, как я тут три часа копаю. В общем, все на сегодня. Всем пока-пока. У тебя комар на лбу? Да вообще, они уже не только на лбу, они вон стаи тут летают. Врубайся. Всем пока. Пока-пока. Смехик. Моряк. Время. Поздний вечер. Моряшу не снимай, она сидит без майки. Пормчат. Ржут, как сумасшедшие качаются, да? Ца инвестиваю. Ца инвестиваю от того, как слева. Моряк. Ца инвестиваю. Женя пока ужинает, вспомнила, еще стала убирать здесь посуду, тоже мыла, ложки, да, всякую эту. И вспомнила, что я вам обещала рассказать вот про вот этот гель. Покупали мы его то ли в магазине Светофор, то ли Маяк, скорее всего в Маяке, наверное. 48,80 он всего стоит. И те, кто смотрит наши влоги, они знают, что я вот с этими известковыми отложениями прямо вообще не знала, как от них избавиться. И сегодня взяла его в руки, думаю, дай-ка я попробую. Нанесла сюда вот на эти места, он как зашипел, и оно прямо на глазах стало растворяться. Вот просто я торопилась уже на улицу в огород выйти. И смотрите, вот здесь практически ничего не осталось. Я думаю, что если еще раз нанести, вот здесь вот было все прямо белым у меня покрыто. Все, я его буквально нанесла, и тут же он у меня все это дело убрал. Смотрела я где-то в обзоре вот такое средство, почему я его и купила, потому что в составе есть соляная кислота, то есть он сделан на основе соляной кислоты. С унитазом он справляется вообще офигенно. Ну, надо его какое-то время подержать, то есть минут 30, и вот эти вот все солевые отложения, камни вот эти вот, мочевой камень, да, это правильно называется, жизнь. В общем, он вообще с окиной камень. Ну, в общем, очень хорошо справляется, поэтому я нашла свое идеальное средство. Надо поехать и закупиться, прямо взять несколько штук, потому что, ну, вот я не везде его такое находила, так что вот прям рекомендую. Ты не думаешь, что он разъест резинки? Слушай, ну, я уже вот здесь вот всем делала. Ну, а как ты еще хочешь от этого избавиться? Ну, здесь прокладка резиновая. Ну. А вот эти вот, кстати, разводы, это уже от того, что я пробовала, и я уже и металлической щеткой, и лимонной кислотой, и чем я только уже здесь не пробовала. Ну, вот эта вот штука реально помогла. Есть вот у меня еще такая вот проблема. Вот здесь вот я гру не могла ничем очистить. Хочу прямо вам показать, как оно. Вот поближе снимай, Женя, видишь, как оно начинает шипеть. Хотела я там показать, но я просто сама не знала, насколько оно будет действенно, это средство. Значит, вот я там прямо лью. На эту, ну, вот оно прямо, этот известковый налет начинает шипеть. Оставишь его на какое-то время. Сейчас вот Марьянку мыть поведу. Ну, прямо растворяется вся грязь. Сейчас подожду немножечко, и щеточкой здесь. Ну, либо, вот у меня старая есть. Ну, вот я попила, сходила чай. Вот было, да? Сейчас покажу, как стало. И вот так вот стало. Буквально там 10 минут я сходила, кружку чая выпила. Если, конечно же, почаще вот это вот все делать, именно этим средством, то я думаю, что прекрасно оно справляется со своей задачей. Фокусу нет. Ну, в общем, немножко я вам показала, как оно справляется. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...